Коронавирус и большое искусство. Условное пересечение этих тем становится в Израиле виднее и проблематичнее по мере охвата зеленым стандартом концертных, театральных и кинозалов. Доступ на культурные мероприятия теперь только при наличии свидетельства о двух прививках или свежих отрицательных результатов тестов на коронавирус. Находиться в залах можно только в маске. Концерты, спектакли и творческие вечера отменяются из-за эпидемиологической ситуации. Ограничения коснулись и самих зрителей, отмененных спектаклей и массовых действий. Всеизраильский совет потребителей подал в суд на две крупные израильские продюсерские компании из-за несправедливых условий по возврату билетов на культурные мероприятия. Податели иска хотят, чтобы это дело стало прецедентным. На данный момент израильтянам приходится платить штраф в размере 25% от цены билета за отмену. Это требование, существовавшее до пандемии, отменять почему-то не спешили, а деньги они могут получить только в следующем году. В Совете потребителей уверены, что такие условия несправедливы. Зрителям приходится расплачиваться за обстоятельства, которые от них не зависят. Суд, скорее всего, встанет на сторону пострадавших. Минюст Израиля также рекомендует возвращать зрителям деньги за билеты в полном объеме. Происходящее в самих очагах культуры тоже попахивает скандалом. Старейший в Израиле национальный драматический театр Габима, известный еще из Москвы 20-х годов, отправил в бессрочный отпуск одного из актеров Морди Гершина. Причина в том, что он отказывался проходить вакцинацию и не желал предоставлять результаты теста на COVID-19. Актер Морди Гершин отстранен от участия в трех спектаклях театра за нежелание соответствовать директивам Министерства здравоохранения. Вернуться в театр он может только с документами о полной вакцинации. В Габиме опасаются заражения партнеров Гершина по сцене и зрителей. Руководство театра потребовало, чтобы и остальные непривитые сотрудники получили отрицательный результат теста, иначе они не смогут продолжать работу в театре. Ранее продюсеры израильского сериала «Маньяк» уволили актрису Орну Фитуси за отказ пройти тестирование на COVID или вакцинацию перед съемками. Орну Фитуси сняли со съемок второго сезона успешного криминального сериала. 53-летняя актриса разместила в социальных сетях заявление против вакцины, а также написала, что решила аннулировать свою донорскую карту. Беспрецедентный случай произошел в Решон-Лиционе, где давал представление театр Бэйт-Лесин. Актер Ави Кушнир остановил спектакль, чтобы лично спуститься в зал и попросить зрительницу надеть маску, как это приписано Минздравом. Театр Бэйт-Лесин давал в этот день спектакль «Абдалла Шварц», где Ави Кушнир играет главную роль. Позже актер рассказал, что увидел со сцены женщину, которая демонстративно сидит без маски. «Позвольте нам продолжить, наденьте маску», – сказал актер, подойдя к женщине. Зрительница отказывалась выполнять просьбу, пришлось ее вывести из зала. После этого спектакль под аплодисменты присутствующих продолжили. По следам этого эпизода Министерство культуры Израиля объявило массовый набор приставов, которые будут находиться в кино- и театральных залах, чтобы проверять, находятся ли зрители в масках и выполняют ли организаторы просмотров все указания Минздрава. Тем временем на экране ковидных показателей в Израиле вспыхнули на минувшей неделе две очень тревожные цифры. Зафиксирован миллионный зараженный коронавирусом и перейден суточный показатель заболеваемости в 10 тысяч случаев. Разрешена и полным ходом идет вакцинация третьей прививкой граждан старше 40 лет. Начали вакцинировать третьи дозы израильтян в возрасте 30+. Минздрав и коронавирусный кабинет надеются побороть четвертую волну путем полной массовой и обязательной вакцинации. А учебный год в старших классах начнется, как ему и положено, 1 сентября.